Друзья, очень рад вас приветствовать на своем канале. У нас сегодня рубрика гаражное видео. У меня для вас есть на обзор интересная вещь. Мотобуксировщик Ураган. Позиционируется эта техника как очень проходимый легкий в управлении и обслуживании снегоход. Напоминаю, что конструкция, мощность двигателя, расположение сидения и другие особенности Урагана специально спроектированы производителем для того, чтобы вы без лишних проблем могли воспользоваться мотобуксировщиком сразу из упаковки. Никаких постановок на учет, ГАИ, обучение и все с этим связанного вам проходить не стоит. Просто приобрели, собрали, сели и поехали. Я хотел бы сразу вас предупредить, что мне эта техника досталась на обзор по договору, который я должен выполнить обязательно. Это 10 видео, в которых я обязан максимально со всех сторон показать вам эту технику. Как выглядит, как проходит препятствие, как в глубоком снегу или пухляке она себя чувствует, маневренность, проходимость, удобство, скорость и так далее. Я уверен, что у меня все получится. Вы же, в свою очередь, сделайте для себя все необходимые выводы, приобретать вам эту технику или нет. По ценам вас я вот сейчас сориентировать не могу, потому что курс плавает, а в Урагане присутствуют импортные комплектующие. Но зато все остальное я постараюсь раскрыть в серии из 10 роликов. Итак, друзья, приступим. Друзья, здравствуйте! Рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня у нас на обзоре мотобуксировщик Ураган. Позиционирует его производитель как первый в разряде таких буксировщиков по проходимости по глубокому снегу. У меня был довольно-таки длительный опыт управления квадроциклами и в итоге все требование свелось к тому, чтобы он был легче. То есть, да, можно разматывать лебедки, вытаскивать его из каких-то трудных ситуаций. Но в основном, когда ты садишься и вокруг не за что схватиться лебедкой, тут большую роль играет вес самого аппарата. Итак, сегодня мы поговорим о весе мотобуксировщика Ураган и возможно ли его вытащить из трудной ситуации. Итак, вес сухая масса его 160 килограмм. И давайте перейдем уже к практике. Итак, про сухой вес сказал, про все это сказал. Бывает такая ситуация, когда снегоход попадает в налить, либо застреет. Ну, кстати, я на этом деле не застревал ни разу, хотя и проехал мало, но все же. Что делать, если, припустим, у тебя налить, вместе с мокрым снегом забились внутрь катков. Его уже надо вытряхнуть. И, наверное, бывают такие ситуации, наверное, такие бывают ситуации. Я, как водитель квадроцикла знаю, что когда вот эта, когда техника встреет, ее надо просто поднять там за жопу, перетащить в другую колею. Я думаю, здесь на снегоходах это тоже такое бывает. И поэтому я хотел бы сравнить вес так, ну, по собственным ощущениям, и вам это все дело пересказал. Итак, у нас попадает налить с мокрым снегом внутри гусянок, и мы переворачиваем на бок, чтобы вытряхнуть. Правильно? Правильно. Давайте попробуем. Ни разу не пробовал, тяжело это или нет. Нет, к удивлению, не тяжело. Так, Артем, подойди сюда, смотри. У нас здесь замечательная ручка. Я думаю, что эта ручка специально для того, чтобы все дело поднимать. И в это место можно его передвинуть. Также сюда, ну, вроде, его можно легко туда-сюда перетаскивать. На мое удивление, в принципе, с мотособакой обращаться как бы просто. По весу она не очень чувствительна. Ну, как бы, среднестатистический мужчина с ней в любом месте разберется. Ну, мне так кажется. по моим ощущениям, все получилось довольно-таки легко. Друзья, покупайте хорошую технику, катайтесь на хорошей технике. До скорых встреч. Увидимся. Никогда в жизни не болейте. До свидания.